Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать и показать о том, как нужно правильно заряжать и обслуживать автомобильный аккумулятор или АКБ в простонародье. Как это нужно сделать своими руками в домашних условиях? Сразу же оговорюсь, что речь идет о стандартной, об обычной батарее, которая называется кислотно-свинцовой. То есть в ней находятся свинцовые пластины и, соответственно, электролит, в составе которого находится кислота. То есть это, скажем так, советские еще батареи, сейчас они тоже продаются, наиболее простые, наиболее примитивные варианты, которых на сегодняшний день довольно-таки много пока еще, пока они распространены. Речь идет именно про такие, про стандартные батареи. Все, поехали! Для начала, снятую с автомобиля аккумуляторную батарею необходимо полностью очистить. То есть она обычно вся в грязи, в пыли, какие-то бывают на ней брызги электролита, такие вот окисления и прочее. Для этого мы берем обычную какую-то ветошь, смоченную в мыльном растворе, и просто берем, протираем корпус. То есть обязательно обращаем внимание на верхнюю часть. Клей мы протираем. Бояться не нужно, никого еще от аккумулятора не убил, никто не умер. Аккуратненько все это протираем мыльным раствором, соответственно. Боковые части тоже не забываем, а смотрите, какая тут грязь. Хотя, в принципе, я недавно еще мыл подкапотное пространство. Все равно уже настолько грязно все. Так вот все протираем мы. Это нужно, во-первых, не только для эстетики, то есть, естественно, во-первых, всегда приятнее работать с чистыми запчастями, с чистыми деталями. Но помимо непосредственной эстетики, от этого есть еще польза. Дело в том, что когда у вас аккумуляторная батарея грязная, особенно вот здесь вот сверху, то есть где крышки, где клеммы, на верхней поверхности аккумулятора, из-за этой грязи могут возникать так называемые паразитные токи. То есть ток, получается, может туда утекать. И, соответственно, это приводит к быстрой разрядке, к еще более быстрой разрядке аккумулятора, особенно в зимнее время. Поэтому батарею обязательно нужно держать в чистоте. То же самое касается клемм. То есть клеммы, чтобы они не окислялись, надо их протирать, вытирать на сухо и смазывать обязательно. Особое внимание нужно уделить в этой части, где у нас крышки банок. Почему? Потому что если здесь останется какая-то грязь или пыль, при откручивании вся эта пыль попадет внутри банок. Соответственно, ничем хорошим это не кончится. И также, на что еще хочу обратить внимание, нельзя мыть аккумулятор горячей водой. То есть либо водой, либо смоченным раствором. Должен быть он прохладный, либо комнатной температуры. Особенно, если батарею вы зимой занесли с мороза. То есть, чтобы не было перепада температур. Иначе у вас замерзший корпус аккумулятора от горячего соприкосновения может треснуть. Потому что он сделан из пластика. Так, вот я помыл. То есть я мыльным раствором протер. Тряпку сполоснул. Все, весь мыльный раствор убрал. Вот у нас мокрый аккумулятор. Соответственно, его нужно высушить. Для этого берем мы сухую ветошь. И просто вытираем корпус. Обязательно клеммы надо же на сухо вытереть. Как говорится, электротехника это наука о контактах. О чистых и сухих контактах. Слышал я такую поговорку. Вот так вот все это вытираем. Здесь обязательно по бокам. Чтобы у нас был чистый и сухой аккумулятор. Так, вот у меня аккумулятор все отмыт, отчищен, высушен. Полностью чистый аккумулятор. И готов к зарядке. Далее, что делаем. Откручиваем вот эти банки. То есть у нас получается здесь 6 банок. У них есть крышки. При зарядке там повышается внутреннее давление. То есть накапливается газ. И соответственно, чтобы эта батарея не побахнула, нужно вот эти крышечки открутить. Для этого нам понадобится либо широкая отвертка, либо можно использовать детовский способ. То есть взять монетку. К примеру, вот 2-х рублевая монетка. Она идеально подходит по размерам. И при помощи нее, как отверткой получается, можно эти банки спокойно открутить. Все 6 откручиваем. Вот для этого как раз в начале сао мне сказал, что нужно очистить корпус, чтобы грязь не выпала внутрь. Потому что внутри у нас электролит. Электролит у нас это кислота, поэтому нужно быть аккуратней, чтобы на кожу не попадало все это дело. Внутри газ, который образуется при зарядке. Это водород. То есть это огнеопасный газ. Не самый полезный. Поэтому в помещении, где вы будете производить зарядку, нужно, чтобы была хорошая вентиляция. К примеру, если вот как я на кухне, вы будете заряжать, нужно приоткрыть балконную дверь, чтобы обеспечить вентиляцию. Либо заряжать там, где по умолчанию хорошая вентиляция. Может быть где-то в ванной или в туалете поставить, если там есть розетка поблизости. То есть какие-то такие помещения нужно выбирать. Вентилируемые. Так, все, вот последнюю банку я открутил. Далее, что нужно сделать? Проверяем уровень электролита. Как это сделать? В зависимости от батареи, это может быть сделано по-разному. К примеру, если у нее прозрачный корпус, у нее может быть где-то здесь уровень указан. Минимум, максимум, как у моторного масла. Соответственно, корпус, если прозрачный, можно визуально посмотреть. Если корпус, как у меня, не прозрачный, то мы берем фонарик и смотрим. Сейчас, наверное, видео видно не будет, скорее всего. Ну вот я вижу, что там электролит есть. Электролит обычно должен закрывать пластины свинцовые, то есть это свинцовый кислотный аккумулятор. Пластины должны быть закрыты где-то на сантиметр, на полтора. То есть электролита на полтора сантиметра, где-то выше должно быть, чем эти пластины. Если все они сухие, то, соответственно, это быстро приведет к выходу из строя аккумулятора. Я посмотрел, у меня есть, но, в принципе, я до этого недавно проверял. Еще вариант есть такой. Если нужно проверить уровень электролита, можно взять корпус от пластиковой ручки либо стеклянную какую-то палочку и вот так, получается, просто засовываешь, пальцем зажимаешь и поднимаешь. И по уровню, соответственно, будет примерно видно высоту. Как это на уроках химии обычно делают. Такие вещи. То есть я проверил, уровень электролита нормальный. Если уровень электролита ниже необходимого, то необходимо доливать в аккумулятор дистиллированную воду. Почему дистиллированную воду? Потому что при эксплуатации обычно в первую очередь испаряется вода. То есть из электролита испаряется вода. Даже летом, когда жару передвигается, бывает видно, что тут все мокрое. То есть называется аккумулятор потеет. Вода, получается, испаряется, и, соответственно, остается электролит. Концентрация его, получается, повышается. Если вы точно знаете, что электролит у вас не выливался из аккумулятора, то есть снижение уровня не связано с тем, что он выливался, то доливаем, соответственно, в те банки, где уровень низкий, доливаем тихонечко немножко дистиллированной воды. Очень аккуратно нужно быть там, чтобы не перелить, потому что объем банок небольшой, нужно буквально там несколько ложек долить. И, соответственно, проверяем. Все везде выровняли во всех банках уровень электролита. И после этого уже можно ставить аккумулятор на зарядку. То есть при зарядке как раз-таки долитая вода получается с электролитом перемешивается, и при полной зарядке плотность электролита повышается, и, соответственно, он доходит до нормативного уровня при полной зарядке. Далее. Сам процесс зарядки зависит от того, какое у вас зарядное устройство. Если у вас оно позволяет регулировать силу тока, то необходимо ее установить в размере примерно 10% от номинальной емкости батареи. То есть, к примеру, вот у меня батарея 60 Ампер, 60 Ампер часов, вернее. Соответственно, заряжать ее самый идеальный вариант током в 6 Ампер. То есть на десятую часть. Если же у вас автоматическое зарядное устройство, вот как у меня, такое вот китайское, самое простое. Тут просто есть две лампочки, напряжение, ток. Все, больше никаких регулировок нет. То, соответственно, мы просто ставим на зарядку. Она автоматом поддерживает нужные параметры до того, как аккумулятор полностью зарядится. После того, как он зарядится, оно переходит в такой, скажем так, режим ожидания, в котором она импульсами, там прям мигает лампочка, импульсами, получается, дозаряжает уже до 100% эту батарею. Чтобы зарядить, мы берем клеммы зарядного устройства. Красный, это у нас получается плюс. Мы соединяем с плюсовой клеммой батареи. Тут важно обеспечить надежный контакт. То есть зажали, прижали, чтобы ничего никуда не упало. И здесь, соответственно, минус черный. Ставим на минус батареи. Поставили. Вот у нас уже лампочка загорелась у зарядки. И, соответственно, включаем сеть. Включаем сеть. И пошел процесс зарядки у нас. Вот лампочка зеленым горит. Желто-зеленым. Когда аккумулятор полностью зарядится, она должна ярко зеленым светом гореть. Соответственно, сейчас вот ничего не происходит в процессе зарядки. Когда зарядка будет подходить к концу, здесь начнется так называемый процесс кипения. То есть, когда водород, получается, из электролита выделяется, и здесь прямо внутри видно будет, как электролит бурлит в этих банках, ближе к концу зарядки тут даже такие небольшие брызги появятся. То есть, поэтому также можно определить, что батарея почти зарядилась уже. Именно поэтому, как я уже говорил, нужно обязательно проветриваемое помещение, чтобы вот эти газы, они не скапливались, они наружу уходили, чтобы не было взрывоопасной раздушной смеси. Все, поставили, в принципе. Часа три нужно хотя бы его зарядить. То есть, если вы заряжаете не для профилактики, а если он у вас сел на морозе, то есть, вот как у меня, то есть я вышел, машина не заводится, я занес хотя бы два с половиной, три часа нужно его на зарядке подержать, чтобы он восстановил свою емкость, чтобы можно было выйти, хотя бы машину завести, и дальше он уже заряжался от генератора. Если же вы заряжаете для профилактики, и у вас прям полностью глубокая разрядка, то есть в ноль он сел, лучше, конечно, оставить на зарядку на ночь. То есть, перед сном поставить, и пускай всю ночь стоит, заряжается. Если у вас автоматическая зарядка, в принципе, ничего такого здесь нет. Потихонечку он зарядится, и это будет наиболее такой оптимальный вариант для зарядки. И, соответственно, после того, как у вас все зарядилось уже, вынимаете сначала из розетки, снимаете минусовую клемму, потом плюсовую клемму, закручиваете на место банки. Закручивать нужно аккуратно, чтобы не сорвать вот эти просечки в крышках излишне сильным усилием. Все закручиваете, проверяете, чтобы все нормально было. И на этом, в принципе, зарядка заканчивается уже. После того, как аккумулятор полностью зарядили, последний штрих – это нужно смазать вот эти клеммы, чтобы они не окислялись. Для этого можно использовать токопроводящую смазку вот такую специальную, либо любой какой-то спрей, может быть, ВДшку, может, силиконовую смазку. Буквально капельку нужно сделать, чтобы избежать окисления. Все, она потом сама, эта смазка, стечет. И, соответственно, вы поставите аккумулятор на машину, поставите клеммы, закрутите, и все это будет надежно защищено. То есть туда не будет попадать уже вода, то есть эта смазка на воду еще отталкивает, вода, грязь, не будет окисления, и аккумулятор прослужит максимально долго. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать про обслуживание аккумулятора, про его зарядку. Такую операцию нужно делать периодически, то есть необходимо соблюдать профилактику, чтобы аккумулятор проработал максимально долго. К примеру, вот этот аккумулятор, это аккумуляторский у меня. В одном из видео я уже рассказывал, машину я купил в 2012 году, сейчас 2020 год кончается, то есть этому аккумулятору пошел 2009 год. То есть вот он 2009 год работает, сейчас все уже, он уже дохнет, то есть при морозах до минус 20, он сразу садится. Соответственно, сейчас уже я его буду менять. Но при этом, вот я и говорю, почти 80 с лишним, там 8 лет, 2 месяца, получается, он проработал. То есть довольно-таки это очень много для аккумулятора. Обычно 5-6 лет они выдерживают, и после этого попадают на свалку уже. Соответственно, если у вас аккумулятор новый, машина новая, летом можно особо, конечно, не париться, за лето один раз можно проверить, чтобы все уровни, все нормально было, подзарядить для профилактики. В зимнее время нужно аккумулятор хотя бы раз в месяц с машины снимать, заносить домой, чистить, сушить и подзаряжать для профилактики, чтобы максимально продлить срок его службы. Если же у вас аккумулятор старый, как у меня, то есть может быть чуть-чуть новее, либо такой же старый, то это нужно делать чаще, хотя бы раз в две недели его вот так заносить, подзаряжать, иначе он очень быстро умрет своей смертью, и, соответственно, вы останетесь без аккумулятора. Вот такие вот дела. Надеюсь, всем было полезно. Ставьте лайки, кому понравилось, пишите комментарии. Все, всем спасибо.